Всем привет! В этом видео я хочу вам показать несколько частей пустых баночек. Это будут пустые баночки за долгое время, за этот год, за предыдущие. И это я видео назову пустые баночки весны. Если вам интересно мое мнение о закончившихся продуктах или которые не подошли, то оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра! Начну я в этой части с бытовой химии. И первое, что я очень люблю, это Фаберлик Хом. Данная серия представлена на Фаберлик давно. Это пятновыводитель кислородный, экстра-оксиан для белых петельных тканей. К сожалению, сейчас очень дикая цена на косметику для дома, на бытовую химию Фаберлик. Но все было когда-то очень безоблачно и хорошо. Вот у меня полностью данный закончившийся. Он приходит вот с такой ложкой, и удобно его набирать. Я использую вместе с порошком Фаберлик или с другим порошком. Таких упаковок я еще одну нашла. Я даже в своих запасах сейчас тут полностью. Вот у меня еще одна такая упаковка, которая не закончилась. Тут чуть-чуть есть. Я это, естественно, дотрачу. Вот он с такими гранулками голубоватыми. И еще одна у меня пачка сейчас лежит, которую я нашла даже с 2020 года. Надеюсь, что он не испортился. В пустых баночках как раз нашла и буду доделать. И еще один пятновыводитель у меня был вот такой из серии Гринли. Тоже Хоун Гном. На 25 стирок хватает. И примерно так же он выглядит. Вот другой аромат. В принципе, они оба хорошо пятна с белья убирают. Я по предыдущему не сказала. Тут также идет мерная ложка в наборе. И этот пятновыводитель идет по стоимости подороже и так сам по себе. Но нужно его немного. С любым порошком из Фаберлик, как я сказала, и с другим любым. Он пятна выводит хорошо. Мне понравился и тот, и другой. Следующее, что покажу вам из Фаберлик. Это средство чистящее универсальное. Я уже прошу прощения за баночки. Какие-то у меня отерлись, какие-то нет. Это для ванной комнаты. Удаляет грязь, минные разводы, водный камень, кальциевые отложения и ржавчину. Устраняет неприятные запахи. Хорошее средство. 11-220 артикул. Это еще предыдущее у меня было средство чистящее для ванны. Оно было голубого цвета. Не имело такого неприятного запаха. В принципе, очищало ванной очень хорошо саму ванну. Поэтому мне нравится. Экологичное. Было недорогое. И я могу бы посоветовать, потому что хороший продукт. И у меня был вот такого формата. Гель очищающий для туалета. Это морская свежесть. Smart Color Technology. 7 в 1. То, что прописано. Здесь артикул 3.0.2.9.2. 500 мл. В том тоже предыдущем было 500 мл. Удобный такой вот то, что у него такой носик здесь скошенный. Ну, мне он нравился. В принципе, он, конечно, грязный. Я за что прошу прощения. Потому что он был использован очень хорошо. Имел приятный аромат. Очищал он хорошо. Его нужно оставить было на определенное время. Ну, и он со своей задачей очистки унитаза справлялся хорошо. Я пока пойду тогда по баночкам Фаберлик. У меня есть баночки, которые не особо мной использовались. Я уже здесь все вылила, чтобы вам показать и выбросить. Это водный спрей для разглаживания белья. Я не заметила разглаживания. Может быть, у меня так особо не получалось. У него был приятный аромат. У меня уже здесь срок, к сожалению, не вышел. Артикул 11285. И в нем было 250 миллилитров. Но я не очень поняла этот спрей. Сейчас выходит какой-то аналог, по-моему, в следующем каталоге. Как раз в шестом. Который для разглаживания белья. Но если мне и этот не понравился, то повторять я не буду. Мне он не подошел. И еще один продукт, уже предпоследний, который покажу с Фаберлик. Это водный вот такой маленький спрей-антистатик. Для текстильных изделий с цветочным ароматом. Тоже весь не истратил, потому что он такой сезонный. Платье мы носим в основном летом. И у нас лето тоже часто холодное. Иногда приходится и в брюках, и в штанах ходить. Поэтому как-то он не израсходовался. А срок вышел. 11263. Артикул данного с цветочным ароматом. Ну, аромат действительно был приятный. И со своей задачей антистатика он справлялся хорошо. Но за счет того, что не часто был нужен, у меня он не истратился. И на сегодня от Фаберлик я покажу последнюю пустую баночку. Это вот такая, к сожалению, у меня такая какая-то она желтая стала. Это концентрированный бальзам для мытья посуды. Это первое средство бытовой химии, вообще с которых я начала знакомство с компанией. Я их очень-очень сильно люблю. И у меня сейчас будет в использовании такое же средство. Это аромат клубника со сливками. Это бальзам для мытья посуды с депантенолом. Можно мыть детскую посуду. От нуля плюс подходит. Очень хорошее средство. 30092 Артикул. В нем 500 мл. Это у меня еще даже с 20-го года. А, даже, ну да, с 20-го года с декабря. В общем, это такая старенькая баночка. Но очень хорошее, классное средство. Оно не сушит кожу лук. Даже увлажняет. И мне не подходили другие средства. Вот в компании Фиберлик. Я с 2015 года, то есть уже 7 лет. И мне очень нравится именно для мытья посуды. Там есть разные ароматы. Я уже пробовала несколько. Мне нравилась малинка. Но она какая-то такая жидковатая. А вот клубника со сливками как раз самое то. Очень густое средство. Она долго его хватает. По-моему, есть еще яблочко. Оно очень тоже хорошее и густое. Их я могу посоветовать. И буду с удовольствием ими пользоваться. Очень хорошо. Сейчас мне нравится съемка. Вечерняя уже пошла. То есть солнышко садится. Не светит в лицо. И, конечно, приятно очень при такой съемке. Рассказывать. И вроде бы все видно. И ничего не отсвечивает. По компании Фиберлик на сегодня это все. То, что хотела вам показать. Сейчас покажу вам средство. Комет. Это универсально. То есть для туалета, для ванны. Очень много здесь для чего заявлено. То есть для блеска идет. И убирает бактерии. И, ну, в общем, очень много всего делает. Это гель для очищения. Универсальный. Блеск. Технология блеска алмазов. Ну, в общем, убивает все бактерии. Это аромат океан. Сейчас у меня в использовании такой же лимон. Я его просто, наверное, в покупках показывала. Но мне это средство очень нравится. Оно не сильно имеет аромат. Вообще прозрачное. Оно, ну, не скажу, что прям такой приятный. Но не ярко-ярко выраженный. То есть это, конечно, плюс большой. Вот этот Комет очищает хорошо ванну, туалет, раковину. То есть все можно им чистить. И мне оно очень нравится. Как я повторила, беру не первый раз. В данном, который у меня было, 850 мл. Есть еще объем поменьше, по-моему, 500 мл. Который у меня сейчас. В общем, пользуюсь, нравится и могу посоветовать. Ну и в этой первой части я покажу такие небольшие, маленькие продуктики. Закончилась у нас с моим молодым человеком паста зубная. Это сплат. Сплат отбеливания плюс. Безопасное отбеливание и защита эмали. Которая 100 мл. Я очень люблю эту пасту. 100 мл хватает надолго. Вот она полностью стратилась. У нее очень приятный для меня привкус. В отличие от биокальция. Все-таки биокальция я сейчас не беру. Это не мое. Я вам обязательно скоро покажу покупки. В покупках у меня абсолютно такая же зубная паста. Мне ее получилось там, по-моему, по скидке взять за 119 рублей. В наше время это уже дешево. Я брала в магазине продуктов. Ну, в гипермаркете, перекресток. Я такая была счастлива. В общем, я вам обязательно сниму еще между частями покупочки. Наверное, выложу вот первую часть. Вторая часть у меня будет немного ухода. Я вам покажу. Не знаю, как там будет между этими частями. Я выложу первую, вторую. И потом выложу уже покупки. Но они будут в ближайшее время на канале моем. Поэтому подписывайтесь. Выставляйте колокольчик, чтобы их не пропустить. Оставляйте комментарии. Будет очень приятно. Ставьте лайки. А по поводу пасты. Паста очень классная. Хорошо действительно отберевает зубы. Экономичная. И, к сожалению, очень сильно возросла на нее цена. Поэтому я советую ее брать по скидке и по акции. Еле-еле я закончила. Не очень мне понравилась вот эта вот вещь. Это крем для деператствия вид. Еще у меня такая старинная версия. По-моему, ворла в улыбке радуги. 90 мл. Там еще была такая лопаточка. Не знаю, где она сейчас находится. Очень такой продукт у меня. Ну, его нужно наносить на 3-6 минут. Это именно для идет область ног. Ну, то есть, вот это какая-то запара определенная. У меня был с ароматом бархатной розы и эфирными маслами. Аромат очень классный, приятный. Само средство у меня уже закончилось практически. И аромат, ну, не такой уже стал, не очень. Но мне не нравилось, что немножко ноги подпекало. Поэтому уже было как-то не очень. Я потом, знаете, как приспособилась. Это такой был мой мастхэп к данному виду. Вот этому вот крему, да. Я наносила и его, и я пользовалась после него бритвой. То есть, не вот этой вот палочкой, которая там в комплекте, лопаточкой. Потому что все равно потом приходилось подбивать даже ноги. А вот именно уже бритвой. Но, в принципе, средство неплохое. Хорошо у нас со своей задачей удаление волос на ногах справляется. Поэтому мне оно не очень понравилось. Но, в принципе, со своей задачей справляется. Поэтому я могу посоветовать для тех, кто любит именно кремы для депиляции. Что-то, наверное, крем-вид мне надо было отнести уже к уходу. Ну, ладно, его и вот эту последнюю маленькую баночку я покажу в этой части. Эта маленькая баночка очень актуальна до сих пор в наше время. Пока еще есть эпидемия. Это спрей для рук антибактериальный. У меня был с ароматом мохито, 70% спирта, вес. Недорогая была штучка. Я покупала глубки радуги. Очень классный спрей. У меня истрачен полностью, как видно. У него, конечно, спиртовой аромат. Ну, вот это тут мохито какая-то свежесть такая, лимонная немножко чувствуется. Он был со мной часто в поездках, когда куда-то идешь. Удобно такой небольшой взять в сумочку. У меня уже крышка здесь еще была, она уже потерялась. Но спрей приятно имел аромат. Тут, конечно, не можем проверить, насколько он антибактериальный. Но вещь и в наше время, и всегда, когда у вас есть маленькие дети. У меня сыну уже скоро 10 лет. И за все это время у меня всегда были такие вещи. То есть, либо спрей, либо гели антибактериальные. Да просто даже самому пошел куда-то покушать, там помыл руки и сразу воспользовался либо спреем, либо гелем. Сейчас у меня в использовании гель от Ифроше, который с лаком и ежевикой очень классный. У меня всегда с собой в сумочке, я им пользуюсь. Вот этот у меня закончился. И его цена была бюджетная, то есть, он недорогой. У него приятный аромат, он приятный в использовании, небольшой. Поэтому очень классный, я могу его посоветовать. Это все, что хотела вам показать в данном видеоролике. Впереди вас ждут новые видео. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Если площадка YouTube будет работать, то здесь будут новые видео обязательно. О покупках, о еще пустых баночках. Заказ через недельку у меня придет от Faberlic. Я сделала там и запасы, и что-то взяла новенькое. Поэтому подписывайтесь. Впереди вас ждут новые ролики. Выставляйте колокольчик. Ставьте лайки, если вам было интересно и полезно это видео. Пишите комментариями, делитесь своим мнением. Это пока все, что хотела вам показать в данной, в первой части. Впереди еще будет вторая часть. Поэтому тороплюсь вам снять и выложу, как только будет возможность. Всем желаю отличного продолжения весны. Здоровья, погоды, чтобы вас радовало. Работы, дом, семья, чтобы все у вас было хорошо. Чтобы у вас было отличное настроение. И чтобы вас радовали ваши близкие. Всем удачи и всем до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok